привет зритель сейчас будет обзор маленькой посылочки но очень полезной аж из крыма вообще кто подписан на мой инстаграм тут уже в курсе я туда скинула фотку так вот это вот ну да я уже вскрыла тут посмотрела даже немножко заварила тут травы крыма еще кое-что вот здесь у нас крымский ремонтник да кстати забыл сказать эта посылочка от лены из евпатории в евпатории я ни разу не была но там такие вот пара книжечек что у меня даже идея закралась в следующем году если будет возможность если будет путевка то туда сгонять в общем вот тут такое вот она мне сказала дам пара трав конечно их опознала вот это я чё-то как-то вот пространство и по этому на потом вот погуглить а потом лучок думаю гуглить надо у человека напрямую спросить в общем это крымский ремонтник железница еще возможно не какие-то там название есть я уже ее немножко заварила день ху нам ну на было просто с черным чаем потому что день хун практически все перебил но эффект есть я хотя бы более-менее проснувшаяся хотя у нас уже день а я уже недели две такая вот хоть у нас тепло и солнце но я хожу как сонная мука практически круглосуточно но когда не сплю конечно в общем вот тут приличненько этой травки надолго хватит спасибо лени так тут у нас вообще вот эта прикольная штука евпатория карта веломаршрутов я потом ее посмотрю с удовольствием ознакомлюсь ну еще раз как бы заряжусь от еще на днях как бы узнала что можно от моисеевского до полосток на велике доехать раз у нас дорога наконец-то асфальтированная но к сожалению это можно будет только уже весной следующего года не раньше ну не знаю наверное не раньше так и вот тут легенды крыма с павлом хорошко евпатория с любовью экскурсионный маршрут кстати тут углавление я глянула мне кое-что заинтересовало потому что как бы никогда не загонялась насчет что то у нас тут столица евпатория столицы северо-западного и степного крыма вообще как-то никогда не загонялась на тему крыма вот я тут вижу по моему это исламское что то нам не напоминает кул шариф в казани кто не в теме то я как-то мусульманской религии очень нежно так отношусь хотя и вообще как бы вне религии да тут еще было три арома палочки и лаванда лаванда я покупала когда-то давно на коломенской ярмарке в москве ярко маркомедом он 2013 господруга я приезжала к москву подруги мы там по царице нуша стали еще куда-то потом мне как-то с украины привезла девочка из одной общей компании у него там родственники какие-то были и вот теперь у меня с крыма лавандочка вот тут короче мне нравится я очень рада этой лаванде палочки название мне вконтакте написала лена но я честно я забыла я как обычно забыла среди чью камеру поэтому я пытаюсь как-то писаться во времени в общем палочки я потом может в инфобоксе или в каменте в ниже или может сама лена напишет что это за палочки но я когда коробочку открыла я там помимо аромата трав почуяла еще палочки думаю палочки добыть не может что там палочки потом так это все потрясла смотрю действительно палочки вот палочки меня обычно бодрят я забыла совсем что палочки меня бодрят вот завтра буду заниматься своими делами первой половине дня и одну из палочек сожгу а вот все остальное вообще камер был под каким-то роликом что если хотите могу вам прислать лепестки крымской розы я так типа давайте если вам не сложно а потом думаю ну как бы это ну пришлют хорошо но не пришлют ну и хрен с ним как потому что уже пыталась у меня накалывают люди но внезапно мне прислали я так еще офигела немножко от неожиданности мне я понимаю что плохо сомневаться в людям но я уже что-то себя такое лето случилось что как бы рассчитываешь на что-то одно и понимаешь что надо было слушать соседку и не рассчитывать на то что я рассчитывала тогда бы не было разочарование это я про твою но тут очень много хороших он бутончики целые лепесточки можно в чай заварить можно чуть-чуть зашпарить подождать там когда подостынет морду лица протереть за много чем можно я сейчас даже голову в пакет засуну суперско вообще как бы показать то розочка очень классно большущий пакет с тушеными розами вот ну и по-моему это все короче ну вообще было хорошо так упаковано утрамбовано но я сейчас уже так ровно не ввожу обратно поэтому она у меня пока будет лежать как лежит этой серии разобрала в детстве лёля часы а собрать обратно полноценно не получилось в общем вот такой небольшой обзор возможно беглый но очень замечательные посылочки из Крыма вообще так неожиданно приятно очень я люблю всякие травки люблю розочку люблю лавандочку я тут на днях страдала думаю что же я раньше делала чтобы себя взбодрить совсем забыла про рома палочки и вот этот лимонник у меня был какой-то лимонник ну просто когда-то давно кто-то мне со своего огорода содрал он у меня был я его даже использовала а вот этот про этот я вообще первый раз ну может когда-то я слышала может я когда-то его видела но я так это когда заваривала у него листочки такие мяконькие я вспомнила что у меня как-то сестра давно с Крыма привозила какую-то часть с бортом такой был и подруга в свое время присылала какой-то крымский вечер или что-то такое ну какой-то чай с Крыма и там помимо всяких растений был какие-то листочки такие мяконькие и вот палочки то у него такие же мяконькие я вот думаю что то он и был этот лимонник вот он мне выглядит он мне внешне напоминает что-то такое, что вот я у нас в деревне видела, растёт. Но я не знаю, такое же оно или нет. И вообще откуда оно у нас может расти? Мне написала Лена что-то с горы, честно, названия не помню. Но та гора через Дефис. Я думаю, это гора, которую люди, живущие в Крыме, знают. А люди, которые были в Крыме, тоже знают эту гору. Ну и те, кто не были, наверное, тоже знают. Я понимаю, что надо было подготовиться. Но вот как-то у меня очень всё спонтанно. Я сейчас поскочу на велике в сад. Вот это вот. мохладенькая такая палочка. Она мне так это... В общем, я её когда взяла так в руки, вообще такая приятная на ощупь. Очень классно. Спасибо большое тебе, Лена. Как бы сказала моя бабушка, дай Бог тебе здоровья. Как бы сказал мой дедушка, дай Бог тебе всего, что хочется, и побольше. Я тут в саду, когда была с тётей, она как-то эту фразу соседям озвучила. А я вспомнила, как дедушка это говорил. Так, ну и от меня вообще... такой асфальт благодарственный. Всем спасибо за просмотр. Всем хороших травок. И не только крымских, и вообще, и крымских тоже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok